Это второй корпус среднеобразовательной школы номер 10, который был возведен в 1938 году. В 2012 он был признан аварийным. С тех пор на протяжении 10 лет это здание пустовало. И только в 2022 году было принято решение провести здесь капитальный ремонт. А демонтажные работы здесь начались в апреле этого года. На реконструкцию было затрачено 83 миллиона 300 тысяч сумм. Капитальный ремонт был сделан за 100 дней. Реконструкция начата была с фундамента. Мы откопали фундамент с двух сторон, армировали арматурой и с двух сторон залили бетоном. Потом стены тоже усилили с двух сторон сеткой, ВР-5 с двух сторон тоже. Набрызгали торгительным методом бетон к стенам. Усилили проемы оконные и дверные. Покрытие, перекрытие поменяли на металл, металлические балки. Крышу полностью поменяли на настил. Сегодня в школу завозят мебель и устанавливают техникум. 1 сентября это учебное заведение готово распахнуть двери для учеников. Согласно проектной мощности, школа рассчитана на 640 ученических мест. Но на деле здесь насчитывается порядка тысячи учеников. У нас в начальной школе всего учатся 348 учеников. Из них 4 класса на русском языке и 8 классов на киркесском языке. В этом году уже начали реконструкции, то есть капремонт начался и вот заканчивается уже капремонт. Готовимся к новому учебному году. Реконструкция школы номер 76 тоже началась в апреле. На сегодня работы завершены на 80%. Остается озеленить и благоустроить территорию. Электрику уже закончили. Вентиляция идет, работы. И установка окон идет. Двери заказали. Двери уже будут устанавливаться. Гипсокартонные работы закончились на 90%. Коридор у нас будет «Армстронг». 1 сентября у нас сдача. Планируем 1 сентября закончить объект. Всего к 15 сентября планируют открыть 15 школ и один детский сад. Их возводят за счет республиканского бюджета. Из-за планированных 16 объектов, 9 расположены в жилмассивах, где нехватка учебных заведений чувствуется особенно остро.